и снова здравствуйте всем привет итак давайте рассмотрим как можно сделать симуляцию значит вот это вот плаща на вот этого персонажа так первым делом и так первым делом давайте отцепим удалим кости с персонажа edit mode выберем косточки delete bone и вернемся в object mode n панель screencast key чтобы вы видели что я буду нажимать вот в левом углу появилась мышка так теперь выбираем наш этот плащ сразу подставим на персонажа следом что нужно сделать нужно какую-то анимацию ему подкинуть давайте импортируем сюда с миксом анимацию fbx я тут некоторые накачал давать от walking так это походка сейчас вот подгрузилась уведем его в бок посмотрим как он ходит идет он на месте зашибись оставляем анимации 32 кадра выбираем косточки персонажа n панель находим значит аддон mixama преобразуем кости в рабочий вид теперь выбираем косточки персонажа и через shift зажатой кости второго персонажа ctrl l с встание клавиш link animation все этот персонаж нам не понадобится смотрим так анимация у него есть все зашибись кое-где что-то проваливается все это дело сейчас подправим возвращаем на первый кадр n панель закрываем поправляем наш плащ именно под персонажа открываем edit mode снимаем выделение с полигонов с вершин и нужно создать вертик с группу выбираем одну вершину выбираем вторую поближе к шее можно вот эти возле шеи потом у плеча и еще вот на краю вот короче выбираем так чтобы так я сейчас отключу цвет чтобы полегче все это дело было выбираем вершины так чтобы у нас именно держала вот эту область вот эту полосу так можно еще добавить вершин так теперь вот эта часть будет тоже симулироваться так что давайте тоже зафиксируем выберем вершины по периметру и возле шеи побольше значит точек можно еще на середине где-то выбрать где-то здесь ну тут тоже парочку так хаотично выберем чтобы держала нас вот эту вот чтобы не было движухи вот это вот плаща вот здесь вот возле шеи окно и тут еще одну поставим так создаем вертик с группу находим вот вертик с групп добавляем группу и применяем эсси же так следом можно использовать заходим в обжиг мод можно использовать значит плащ выбрать кости и нажать control и выбрать empty group или можно все это дело привязать посмотрим каким-нибудь костям ну допустим вот к этой кости сделать control пи бомб потом и так и так попробуем это вроде как эксперимент заходим в обжиг мод выбираем наш плащ заходим в физику назначаем им это материал да вот и ткань следом мотаем вниз находим шейп и добавляем группу так я наверно печатаю букву г вот group следом нажимаем вот эту полоску клод пресеты и нажимаем слик так смотрим что получилось ну вот персонаж идет но материал проваливается это не есть гуд выбираем нашего персонажа или допустим вот так что у него тут выбралось ну рубашка допустим да или можно выбрать всего персонажа и назначить ему коллизию смотрим теперь как все это дело происходит ну вот тут получше в цвете смотрим чтобы не проваливался наш плащ вот чуть-чуть тут зацепляет это дело можно еще коллизию поставить вот этому ну вот уже получше так что у нас получается так задирается к верху в принципе идет в принципе все нормально давайте добавим так вот этой коллизию попробуем удалить но там может через ноги будет проваливаться коллизия удалилась значит коллизия стоит только на щитке так со щитка мы наверно удалим и поставим на смотку вот эту код так пардонки не код коллизия ну вот уже персонаж нормально ходит но плащ сильно двигается давайте выберем плащ сделаем его сглазование если у кого не сделано сейдер смут и добавим ему так уменьшим внутрь целик чтобы не подтормаживал значит движок и добавим ну килограмма три на ткань он станет потяжелее и должен более так качественно висеть двигаться ну вот уже получше ну вот уже получше вот уже получше смотрим спереди как все это дело движется ну нормально то же самое можно удалить значит кости с этих ремешков и ремешком тоже поставить коллизию на материал допустим на вот эту вот шмотку и будет все нормально уберем видимость костей мов вид сбоку ну вот а теперь все зависит от длины анимации если анимация происходит допустим персонаж идет там где-то как ну допустим по кривой если он идет то будет длинная анимация и уже не будет у такого вот как стыка ну вот где-то в таком духе короткая просто анимация и получается переход с 32 кадра на первый есть вот этот толчок если сейчас толчок убрать поставить не 32 кадра допустим а 30 должно быть быть все помягче толчка этого не должно быть ну да он чуть есть но уже не такой ощутимый вот раз он идет идет уже получше можно еще чуть уменьшить 29 кадров допустим поставить и начало допустим не с первого но пусть со второго или третьего кадра а ну-ка а ну-ка а ну-ка уже будет получше ну вот это в анимации есть этот толчок но уже поменьше у нас сетим так еще что можно сделать еще можно все это дело запечь находим допустим наш материал то бишь вот эта ткань вершин видите вот где вершины поставить там держит можно поставить полностью выбрать вот эту округлость вот этот по так регион ребер выбрать и сделать с него группу тогда вот этого проваливаться не будет будет помягче вверх будет зафиксирован и на шее и по периметру так теперь смотрим это дело все можно теперь бак запечь и запекается она по-моему только в cycles а ну-ка cycles открываем открываем так физику заходим вниз и тут должно быть кетч 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 вот бак запекания так или попробуем возможно уже есть в иве запекания а ну-ка кетч есть и здесь тоже в иве и ставим значит на первый кадр и все это нажимаем бак прогонка идет запекаем вот эту всю симуляцию почему-то она пошла до двухсотого кадра хотя стоит тридцать кадров это значит а вот пардонте я не поставил здесь вот двести пятьдесят кадров будет запекать надо здесь где старт это первый кадр и конечный тридцатый поставить ну ничего сейчас двести пятьдесят то есть запекет не проблема просто вот здесь вот отмените делить баг и поставить тридцать кадров вот теперь запечь ну а теперь включаем симуляцию анимацию и вот персонаж идет и у персонажа отвалились зубы почему-то сейчас это дело проверим нижняя челюсть или это другого персонажа а ну-ка так смотрим что у него тут во рту а нет у него тут пара зубов полностью значит это какого-то другого какого-то другого персонажа вот такая вот симуляция файл сейф сейф ас миксама симуляция это уже не вид а анимация будет так это значит пишем симуляция а здесь по-русски тогда анимация сейф так теперь давайте поэкспериментируем по-другому сделаем так значит здесь удаляем делить запекание так что у нас тут еще так клод кстати можно перетянуть выше арматуры и тогда вот еще может быть получше да чуть-чуть получше работает но все равно края провалятся надо больше добавлять вершин рядах так 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 и попробуем теперь привязать не к костям вот эту вот стукенцию а попробуем так выбрать кости и сделать ctrl-p with with and заходим в настройки значит модификатор data transfer выбираем привязку к чему давайте к этому щитку к доспеху вертик вертик групп так и файл apply так теперь чуть-чуть надо это все дело отодвинуть и поставить на этот жакет физику значит клод а коллизию так и отодвинуть как пардонки ctrl-z подкорректировать от gg вот тут уже двигается хреновастенько нужно сразу ее подгадать так смотрим как она будет вот проваливается она через значит смотку костям то лучше привязывается вертик групп так может вертик группы то что привяжем ее туда ctrl-p width n игру но только привяжем теперь дата transfer допустим тряпки к рубашке вертик 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 ну в принципе все норм apply так а вот коллизия все равно должна быть да вот выше поднял поднял значит арматуры модификатора и вот уже такая штука но плывет видите вот по всей этой штуке по доспеху и нужно будет отключить тогда найти название костей допустим вот чтобы не привязывалась костям к шее и вот к ключицам и к позвоночнику 4 косточки нужно будет отключить это находим где это будет это будет наверное это будет у нас вертик групп и получается кости вот нужно найти их как они тут бонгруппы а то вертик групп допустим наименование тут какое у них так наименование угу control spin 2 ключицы control solder все по-английски я и бить копать ну вот теперь выбираем и находим здесь вот control shape head control head и ставим вот эти вот отключаем вот эти вот влияние на них вот такая штукенция да ну первый вариант привязки к костям как-то больше не понравился здесь здесь как-то все более потому что привязываться к вертиксам полностью и много задействовано вот этих полигонов на которые влияет вот эта вот вся симуляция так вот такая вот информация также можно делать значит при драке при каких-то там допустим прыжки при падении и смотреть как это все дело будет действовать лучше привязывать костям лучший вариант короче все всем пока до свидания